Что сейчас Эдемом Бекировым? Изменилась ли какая-то ситуация с медицинской помощью за эти дни, пока были выходные, праздники в Украине? Ну, скажу так, действительно, 26 числа апреля месяца этого года проводилось в режиме видеоконференции, где рассматривалась апелляционная жалоба на очередное продление меры пресечения в отношении мороза-защитного Эдемора Бекирова, в котором в режиме видеоконференции Эдемора дал свое пояснение и своих возражениях, вернее, на продление. И в своих возражениях он сказал, что он доведен до крайнего критического состояния, что готов объявить Городовку. Но об этом он уже заявил, значит, от него второй раз это уже было заявлено, первый раз это было 18-19 марта, когда он об этом заявил мне. А в этот раз он уже заявил, скажем так, во всеуслушание, ну, по видеоконференции. То есть слушали об этом и сам судья Верховного суда, и посетители, которые там находились. Да, действительно критическое состояние, у него состояние здоровья плохое, у него до сих пор продолжается высокий уровень сахара, значит, у него отдышка, у него сердце, левая сторона груди постоянно находится в таком тонусе, он постоянно болит у него. Еще один момент, значит, где-то порядка недели, больше 10 дней, проблемы были с передачей медикаментов. Это тоже доведено, ну, немножко сработало в этом состоянии, что отсутствие медикаментов у него ухудшается здоровье. Не знаю, по каким причинам не могли родственники передать лекарство. По этому поводу я уже отправил ряд заявлений, обращений, жалоб, как в прокуратуру, как в полномоченную. Я думаю, что сейчас просто во время праздников эти заявления, жалобы рассматриваться не будут, но после праздников, я думаю, что будут даны оценки этим тоже обращениям. То есть я правильно понимаю, что ситуация... Я сейчас, к сожалению, не могу сказать, я посетил его недавно перед праздниками, скажем так.